Свою творческую встречу, когда живешь любовью, отец и сын Тарасовы назвали не случайно. Любовью наполнен весь наш мир. Любовь к семье, любовь к литературе и книге, любовь к песне и музыке. Все эти слова полностью относятся к Борису и Федору Тарасову. В программе, которая запланирована на встрече с читателем сегодня, эта программа включает в себя две части. Это рассказ, как меня просили сделать, о книгах моих, о Паскале, написанных, в серии ЖЗЛ, которые выходили тремя изданиями. И о книге «Восприятие личности мысли Паскаля русскими писателями и философами». К таковым относятся и Пушкин, и Гоголь, и Тургенев, и Достоевский, и Батюшков. Борис Тарасов – известный российский литературовед, писатель, философ, лауреат Патриарша литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2016 года. Он и открыл творческую встречу, представив программу «Паскаль и русская культура и литература». О темах важных, которые не потеряли своей актуальности, темы связаны с тайной человеком, как говорил Достоевский. Кто есть человек? Образ или подобие Божие? Или, как выражается персонаж Достоевского, усиленно сознающая мышь? Это противоречие двойственности человека, ведь у человека есть представление о совести, о чести, о милосердии, о любви, о свободе подлинной. Он одновременно, так сказать, и тщеславен, завистлив, властолюбив, властолюбив, злобен, мстительный. Вот это и есть человек, в этом заключение, в таком парадоксальном считании тайны. Вот это нам привлекало и Паскаля, и русских мыслителей. Борис Тарасов читал лекции, выступал с докладами в университетах Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Югославии, Маврикии, Болгарии, Италии, США, Канады, Индии, Южной Кореи, Польши, Германии, Венгрии, Вьетнама и других странах. Я здесь работал как переводчик, так сказать, французского языка в Институте производственного рыбного хозяйства. Тогда же выходили мои книги, в том числе и Паскаля, которые я их дарил в библиотеке, не знаю, они сейчас сохранились или нет, это можно узнать потом. Поэтому связь и с Дмитровской землей, и с библиотекой у меня, в общем-то, давняя, и я с удовольствием принял предложение выступить сегодня здесь. Фёдор Тарасов – приглашённый солист Большого театра, обладатель глубокого и мощного баса, доктор филологических наук. Исполнил известные песни и романсы из программы «Песни русской души». Сын, так сказать, связан, так сказать, с Дмитровской землей очень прочно. Он здесь родился, да, когда я здесь работал, так сказать, он здесь пел очень долго в храме, в хоре, так сказать, да, и вот когда он закончил, так сказать, Московскую аксерваторию, я одновременно защитил дотву к диссертации, так что мы связаны, так сказать, с эпилологическими интересами. Сейчас он концентрируется и выступает с концертами в России и за рубежом. Подобные творческие вечера в Дмитровской центральной библиотеке пользуются большой популярностью. Встреча проходила под девизом «Цель литературы и музыки – трогать сердца». По ставленным отзывам можно смело сказать, что у Бориса и Федора Тарасовых получилось тронуть сердца дмитровчан. Это рабское состояние.